Мальчик В мире за каждой маской сидит зверьё Волки, медведи, собаки, свиньи и куры Я буду нежной, снимая с тебя твоё Личико милый снимаю твою шкуру Прыгай же выше, сосен, и хохочи Я навсегда, я вечно буду с тобою Лица, как листья, летят в водяной ночи Можно носить любое Да, не пугайся, не стой предо мной столбом Маски меняй, их здесь миллионы, милый Нет ничего скучнее, чем быть собой Это под силу только костям в могилах Плиты играют и тени смыкают кольцо Над догорающим прошлым метель хохочет Милый смотри, я снимаю с себя лицо Я становлюсь кем хочешь, я становлюсь кем хочешь Прыгай же выше, сосен, и хохочи Я навсегда, я вечно буду с тобою Лица, как листья, летят в водяной ночи Можно носить любое Можно носить любое Добрый вечер, друзья Наконец-то мы дождались И вышел четвертый по счету эпизод Визуальные новеллы Зайчик В самом начале вам не посчастливилось услышать Мою попытку перепеть замечательную песню Музыку Владимира Булаева Стихи Максима Кабира Оригинальный вокал был Александр Балакировой Возможно мы ее еще услышим При прохождении этой игры Сам превосходный оригинал Но я вот не смог устоять И попробовал немножко побаловаться Но мы продолжаем Но, пожалуй, прежде чем мы продолжим Давайте вспомним, что уже у нас происходило Наш главный герой Вместе с семьей Переехал из Москвы Из столицы На окраину Небольшой такой городок Деревеньку Где творятся странные вещи Пропадают дети Странные Девочки в масках ходят по улице Нет, то, что хулиганы везде Это не странно? В последний раз, насколько я помню Я встретился с четырьмя Зверятами Когда искал свою сестру Олю Почему-то мне показалось, что они Уводят Олю Особенно главный вопрос был А что же стало с Олей? С нашей прекрасной младшей сестрой? И этот вопрос меня все еще тревожит Так вот, я встретился с четырьмя зверятами Они все оказались довольно допродушенными Хотя волчонок был немножко странным Мы встретили медвежонка Волчонка Лису И сову Вроде как звери Вроде как дети У медвежонка там Руки в бинтах Ладони По крайней мере точно Вот Мы с ними повеселились Но так получилось Совсем забыли про сестру А потом Оказались в классе И нам сообщили, что Вот Катя пропала К слову о других персонажах Ну Наш герой С ним все более-менее понятно Мы встречали В самом начале В лесу И постоянно Перически встречаем Девочку В маске лисы Которую мы решили называть Алисой Но кто она На самом деле Пока мы не знаем Так же Мы в самом начале Встретили девочку Полину Она живет с дедушкой И очень любит музыку Но она же нравится местному хулигану Вот И когда хулиган видит Что она Рядом с нами Ну Он угрожает нас побить Вот С его хулиганской Точкой зрения Вов Вполне оправданно Вот У хулигана Как водится Есть Прихлебала Вот Которые тоже там ухмыляются Так от их стороны силы И прочее Вот Еще есть Катя Катя Это дочка Зароча Нашего Классного руководителя Вот И она такая вот Ну мы ее знаем с не очень хорошей точки зрения Говорить что она плохой человек Наверное будет Не совсем верно И мне почему то казалось что Алиса это может быть Катей Но Так как мы Сейчас вернувшись в школу узнаем Что Катя пропала Когда Когда что то не сходится Ну Вроде все Аааа Нет И еще Когда вот мы Нас хулиганы избили Пару дней назад За то что мы вот С Полиной были Они добрали у нас очки Нас Подобрал отец Возможно Ему Папа Алина подсказала куда ехать Возможно Алиса Главное видимо Наш выбор который мы сделали в самом начале Между Полиной и Алисой Он может Так вот Разветляет историю На две большие ветки Вот Ну и решил ну вот есть Полина Я вроде как Полине нравлюсь Полине нравится музыка Ну Давайте выберем ее По поводу Алисы Ну как бы ну Девочка Забавная Да Куча тайн предлагают Но С ней Непонятно Извините Возможно во втором прохождении посмотрим Что там будет с Алисой Так вот Когда нас забрал отец У него в бардачке Мы краем глаза видим пушку Пистолет И у нас возникают странные мысли Так Ну на этом то вроде все Ну Давайте Продолжать Внимание Рапа Ребенок Смирнова Катя 12 лет Утеница 6го В класса Последний раз Катю Видели днем 16 января На школьном дворе Приметы Рост Волос 155 сантиметров Глаза Зеленые Волосы Светло-русые Худощавого Телосложения Была одета в куртку с капюшоном на меху Вязаную шапку с помпоном Белый шарф И перчатки Особые приметы Носит резинку для волос В виде земляники Всем Кто может сообщить информацию о местонахождении Кати Просьба звонить 3 67 22 Или 02 Милиция Или 3 16 77 Мама Кати Эпизод 4 Бьем копытом Возимь Я сама не поверила, но Лилия Павловну на работу не вышла Так, у нас нацки Классная работа И 3 Объявления Пропал Бобуров Семен Тот хулиган, который нас задирал Сидевший Перед нами Слева Объявление, что пропал мальчик Вова Я вот теперь пропала Катя Контрольная отменяется Я вспомнил Катю Такую красивую И Такую Подлую Катя Первая девочка в классе У которой на зависть подружкам Успела округлиться грудь Первая спалетница Змея И гадина Я продолжил сарапать ручкой в тетради Вводить пики сосен И две крошечные фигурки Летящие между кронами и полной луной По предплечьем бежали ордой мурашки Ретиво Ретиво Наскакивая за шиворотом И было вроде так просто Взмыть к небесам Но Что-то злое Гнуло до земли То ли вес украденного перстня То ли тяжелые взгляды Исчезнувших детей На доске Да По поводу украденного перстня В прошлый раз Когда приходил инспектор По исчезновению Бабурова Вот Пока он там рассказывал о доске Мы Среди Вещественных доказательств Утащили Перстень Я думаю мы возьмем просто посмотреть А нет Наш персонаж себе взял И спрятал Как бы из-за этого чего не вышло Кто-то в поселке был явно к этому причастен Скрывал нечто ужасное За благочестивой маской А что ты рисуешь? Я стыдливо прикрыл тетрадь Будто было что-то зазорное фигуркам Над лесом Да ничего Так Дурака валяя Антон А ведь раньше у тебя от Полины секретов вроде как не было Полина Облокотилась на партер И я уже и забыл Какая она легкая И изящная Словно скрипка Вот бы она тоже могла прыгать с нами Сняв маску притворной повседневности Я улыбнулся Представляя Как юбочка Полины Пахает на ветру Как звезды искрятся со всех сторон И она удивленно спрашивает Не сон ли это? А я отвечаю мол Какая разница? Лицо Полины Снова поморщнило Ужасно еще и то, что Кате мне жалеть сложно Я правда ищу в себе сострадание Но вспоминаю ее поступки и Полина Покачала головой Я чудовище, да? Сложно сказать То, что ты тогда Смеялась над тем, как они издеваются над собакой Ну Это конечно ты пыталась объяснить потом Тему, что собаки Искусает твоего дедушку Возможно такое травматическое воспоминание, да? Но В данном случае Не знаю Были ли у тебя причины любить ее Или сопереживать Дети? Нет Подумал я Ты Одна из самых красивых девушек Кого я встречал Антоша Сделай улыбочку, вопрос Всех же распакаешь Но Слух я ничего не сказал Плохо, наверное Что исчезновение анкеты Расстрыло меня Больше, чем пропажи Одноклассницы Так, так, так А я ведь последним был, кто заполнял эту анкету Это, по-моему, среди людей Кто у вас самый дорогой вам человек Я ответил Ты Ты потеряла анкету? Да И кто-то сейчас читает чужие секреты Лес Подумал я Вообразив, как скрюченные ветви Поддевают страницы Или ставят их, трогая детский почерк Объединенными с сучками Надеюсь, ее найдут Я не понял Про Катю она говорит Или Про тетрадку Хотел уточнить Но увидел, что Полина Пристально меня изучает Что? Ты будто изменился Я Пригладил волосы удивленно Просто не выспался Сегодня Сегодня ты точно Какая-то другая мелодия Очень древняя Таинственная Я Подумал о Флейте Струящейся между косматыми деревьями Надеюсь, ты Никому не рассказал Про наш вчерашний разговор Что ты? Она кивнула Словно признаваясь, что полностью мне доверяет Я не знал Заслуживаю ли Такого доверия Ее волосы Каскадом спадали на плечи И так удивительно пахли Что я взлетал без всяких чар К переливающимся звездам Какого-то Внутреннего космоса Ах Ах Вдруг Я уловил на себе Пристойный взгляд Бяши Он Явно следил за нами Я Снял очки Чтобы не видеть его Гадку и ухмылку Но Перед внутренним взором Заблестел Ромкин нож И мои ладони Моментально вспотели Опять уснул? Полина Расскажи ей Шепнул голос в голове Адам Будь что будет Кажется Ромка на тебя Глаз положил Думаешь я не знаю? Откуда? Считай это моя Интуиция Только вот пяти фанов Мне безразличен А от радости Я осмелел Мне кажется ему не хватит Мозгов чтобы завоевать тебя Полина Лентельно Улыбнулась Хорошо что у меня есть ты А может погуляем после уроков? Дедушка чувствует себя лучше Я могу задержаться вечером Мой ответ был Мой ответ был Равносилен самоубийству Конечно Давай Тогда до встречи Она Она Привстала И Снова посмотрела на меня Своими пронзительными Глазами Пробомотала Гадая Что-то из мусорского? Нет Нет Пожалуй И ушла А вместо нее В меня Вперился взглядом Ромкин с подручной И Его Указательный Палец Прошелся Под кодеком Сообщая Тебе Конец ЗВОНОК 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 Оставшиеся занятия пролетели незаметно И я Наконец Покинул школу По пришкодной территории Юлой носились крошечные смерти Крупными хлопьями Падал Белый снег Переливались фонари Их свет словно Кристаллизовался на морозе Становясь твердым И остроконечным Где-то Тявкнула собака Заставляя вспомнить Бедную жульку Полина стояла на кольце Ветер теребил ее волосы Я уже отвык от городского шума Здесь всегда так тихо О, а я мечтаю о какафонии О кака... чём? Моя спутница засмеялась Какафония Какафония – это случайное сочетание звуков Дедушка учит находить мелодию во всём Он, наверное, классный Не то слово! Скоро я вас познакомлю Ты меня в гости приглашаешь? Ты меня в гости приглашаешь? А ты против? Не давая ответить Противный свист пронёсся по двору Из снегопада материализовались две фигуры Руки в карманах Головы низко опущены Ромка и Бяша Ха Хулиганы Суровая походка этой парочки Солила мне большие неприятности А ну руки убрал от неё живо! Полин, ты как? Он тебя не тронул? Мы всё видели, на! Видели что? Что ты её в лес везти собрался, психопат! Как Катьку! В последний момент успели на! Возмущённый голос Полины Птицы вспахнул над двором Да что вы мелите! А ты не в курсе? Как только этот чепушило сюда переехал Сразу народ стал пропадать Ага, я вот сам видел Как он вчера Катю провожать вызвался И в лес уволок А что ещё ты видел? Не расскажешь? Не... Я... Попытался сопротивляться Врёшь! Я эту Катьку терпеть не мог! Ха! Вот потому её и грохнул! Всё сходится на! От такой несправедливости Я торопел! Единственным плюсом оказалось то, что актёры из Ромки и Бяши Некудышные И врали они на тройку с минусом Повезло тебе, что мы с ментами не икшаемся А то бы с радостью тебя маньяка сдали Ничего, ничего! Ща проведём с ним воспитательную беседу на Держи его! Ромка двинулся на меня Ухмыляясь Значит, Катя тебе не нравилась, да? Конечно! Кто ещё мог её порешить? Ты, например! Я изумлённо посмотрел на Полину Ромка застыл с поднятыми кулаками В смысле? Катя при всём уважении никого не любила Думаешь, Рома она про тебя сплетни не распускала? Что твой отец в тюрьме сидел? Что он тебя бьёт? Ромка покраснёл И захлопал губами Точно выброшенная на берег рыба Полина продолжала с винящим от гнева голосом А ты, Бяша Сам-то где вчера вечером пропадал? Катя говорила, что ты с приветом стал Как на чёрный гараж наткнулся Бяша попятился А его лицо в норке капюшона стало белым Как у покойника Это на него так воспоминание о чёрном гараже подействовало? Так может это ты тот психопат, что Катю украл? Нет! Как и голос-то изменился бяша почти срывался на виск он повернулся и шаткой походкой побрел к воротам на ходу мотая головой уход подумал я как ловко она справилась бяжей что один остался ромео недоделанный какую еще гнусность выдумаешь чтобы меня удивить рома затравленно сглотнул цирку строить хотел героем представиться только вот не ведут себя так герои и актер ты рома липовый да этот очкарик во всем лучше тебя затем она сделала что-то совсем фантастическое взяла меня за руку пойдем антон мы прошли мимо онемевшего ромки вот это поворот и явно не этого я ожидал но было даже жаль его но чего скрывать я ликовал он не остановил нас стоял и таращился в набирающую силу метель за воротами я поскликнул подпрыгнув как ты его полина скромно улыбнулась ну знаешь как дедушка говорит с волками жить по волчьи выть он у тебя философ краевед был раньше он уже давно на пенсии а в последнее время ему серьезно не здоровится я понимающе кивнул тайком я рассматривал полину она казалась драгоценным камнем чьи крани переливаются мерцают неуловимо меняясь что спрашивали невинно ее смеющиеся глаза то молча отвечал я ты храбрый мне нравится это я-то храбрый это ты храбрый храбрый стоял там язык проглотив но стоял же не сбежал я до сих пор поражаюсь как ты нашел в себе смелость послать а тем более ударить бабурина ради тебя я готов на многое вот я же говорю изъясняешься словами из романов ради тебя моя госпожа да уж полина захихикала я надулся притворно но не сумел удержаться и тоже улыбнулся поселок выглядел покинутым и каким-то усопшим покосившийся штакетник замусоренные овраги летом наверное тут зелено и оттого симпатично но зимой под коркой льда под одеялом снега псы лаяли и кремели цепями за заборами но резко смолкали когда мы доходили до следующего дома представь что это призраки цепями звенят о я обожаю сказки про призраков дедушка часто мне их рассказывает она остановилась у небольшого но уютного дома с заснеженной крышей положила руку на калитку выгляделась у меня словно хотела залезть в душу вот я все вспоминаю дедушку говорю какой он хороший заботливый умный но это только половина правды так в последнее время он немного она сделала паузу подбирая формулировку чудной да пожалуй стал таким с годами так что ничему не удивляйся так точно ничему не удивляться вольно мы прошли по расчищенной дорожке к дому полина отперла замок длинный коридор длинный коридор был полон теней дверь дверь хлопнув отрезала нас от шума ветра и остальных уличных звуков наступила наступила такая тишина что я услышал как стучит сердце полины длинный коридор голове стоп-кран нажали что верно-то верно фантазия рисует всякие картинки а понимаю она сняла курточку и повесила на крючок раздевайся разувайся я пока в комнате приберусь первый раз в гостях у девочки волнительно дедушка бывает вещи свои оставляет где попала я быстро легкая как бабочка она опахнула такая же только стальная могла порхать у меня в животе уже в обозримом будущем я стащил куртку расшнуровал ботинки тонкий скрип достиг уха давайте пока осматриваемся если встать напротив телефона кажется что узор на обоях этого внимательные глаза отсюда значит мне звонит полина стоит тут под счетчиком в сумерках среди теней накручивает на палец шнор может выключателем балуется то зажигает свет то гасит и говорит со мной из темноты ну конечно подожди о а эту картину я знаю Паганини тот который так круто играл на скрипке что люди решили будто он продал душу дьявола портрет нарисовал Николай Фешин он был известным художником в России а после революции уехал в Америку и там тоже прославился какие длинные у Паганини пальцы и взгляд такой пронзительный куда он смотрит может и правда продал душу а Полина интересно продала бы не понимаю зачем взрослые такое вешают в доме кривые острые отростки я читал в юном натуралисте что животным не больно если спиливают уже твердевшие рога и все равно это как со срезанными ногтями стену заклеить то же что-то аргавевшее когда-то бывшая частью живого организма в этом зеркале все такое резкое и глубокое взгляд проваливается будто не зеркало а дверной прием за которым такая же комната с лыжами липкими на ощупь обоями и счетчиком который к концу месяца почти ничего не накрутил словно Полина с дедом вечерами сидят в громешной темноте так и здесь вот переключатель идет и внезапно заканчивается странно а еще а мне показалось или только что что-то промелькнуло а там кто-то есть или это фабричный дефект зеркала искривляет дверь ух всего лишь охотничий трофей получим получим достижение дементий здравствуй дементий ты мне что-то контракт я не довел пожалуйста будь аккуратнее так по-моему где-то была кнопочка а вот есть кнопочка чтобы подсмотреть зеркало посмотрели телефон посмотрели это чё? ммм дверь открыть у нас туда не звали есть кнопочка назад не хочу открывать чужие двери без приглашения это чревато как там было у капитана синей головы я конечно яиц с собой не ношу чужих но все равно надо было просто подождать наверное ох чует мое сердце что любопытство кошку сгубило ну да ладно все равно кнопки назад сейчас нигде нету шури жаль нет вернуться вернуться отменить ну ладно ого сколько всякого хлама как в барахолке старьящика или как на свалке у поселковского кладбища куда сбрасывают искусственные цветы щепки сгнивших крестов и грязные ленты с золотистыми словами соболезнований почему мне кажется что дед полины привело к все это с кладбищенской помойки там ведь не бывает детских игрушек или бубна как в книжке про северных шаманов а это как же он называется ловец снов вроде но поймал ловец не сны а паука сенокосца и запашок не мудрено что тут даже среди зимы жужжат мухи пахнет топленым салом и сырой землей если долго здесь находиться наверно можно привыкнуть спасибо что дальше не пошел антоша иначе было бы весьма неловко а вот мы еще не смотрели на лестницу лыжи лыжи турист папа рассказывал что в детстве сам делал лыжи и палки и даже лыжную мазь сам изготавливал из пчелиного воска канифоли и хвойной смолы для здешних сыровых зим то что надо но эти лыжи стоит отремонтировать скобы крепления совсем истлели на них какие-то красные пятна это просто ржавщина ну да ну все вроде все смотрели врага посмотрели в зеркало посмотрели дементия подруга кондратия тоже посмотрели телефон обоих все есть давайте подождем снимая обувь я посмотрел вглубь дома а мне это показалось что я уже минут пять как разулся эх полумрак полумрак маскировал поворот в конце коридора что-то двигалось ко мне волочась по рассухшимся доскам с г Скрип нарастал. Я поймал себя на том, что отступаю к дверям. Дементий, пасай. Полина! Из-за угла выкатилось инвалидное кресло. Кряжистый старик выплыл из темноты. Ну а чень-то была бы... Правда, говорят, у страха глаза велики. Ты должно быть одноклассник моей Полли. Да, Антон Петров. Рукопожатие было, на удивление, крепким. Очень приятно. Очень. Что-то меня пугает его манере говорить. Харитон. Приятно познакомиться. А я Харитон. Греческое имя, значит, щедрый. А твое имя, знаешь, что обозначает? Никогда не задумывался. От латинского Антео. Тот, кто вступает в бой. Хм. Я одобрительно хмыкнул. Оказывается, у моего имени смелые корни. А Полина? Полина французского происхождения. Если не ошибаюсь, солнечная. Ну, конечно. Солнце. Манящая Франция. Небо над Парижем. Все это про Полину. Вы так много знаете об именах. Я каждой своей кукле особенное имя давал. А вот про твое увлечение куклами нам Полина вроде ничего не рассказывала. Скажешь поподробнее? Кукле? Полина не рассказывала? Я же кукловодом работал при театре. Потом сторож с сигаретой тлеющей уснул. Сам погиб. И театр сгорел до основания. Куклы мои сгорели. Жаль. О себе подумал. Вроде Полина рассказывала, что ее дедушка был краеведом. Хотя, возможно, какие-то ложные воспоминания, уже деменция. А я говорил, что раньше он был другим. Он прищурился хитро. А знаешь ли ты, Петров Антон, что в старину у людей два имени было? Настоящее и то, что они называли незнакомцем. Считалось, что подлинное имя, попав к нехорошим людям, могло обернуться против человека. По имени насылали хвори и даже смерть. Ого! И зверям имена придумывали не просто так. Заяц от литовского зайсти, прыгун, то есть. А волк старославянское влек. Тот, кто таскает. Ритон подъехал ближе. Скрестил руки на груди. Я задумался. Думали Полинины родители. Я так думал, что она тут одна из дедушка живет. Хотя, надо посмотреть по крышству пальто и обуви. Она ни разу не говорила о маме. Только о дедушке. Чтобы поддержать беседу, я спросил. А медведь? О имя медведя неизвестно. А как же мед, ведать, знает где мед, вот это вот все? Нет? Наши предки так боялись этого зверя, что предпочли забыть слово, которым его величали. Ну, как скажешь. Оно просто сгинуло из языка. Вместо него осталось более позднее прозвище. Ведающий медом. А-а-а. Окей. Интересно. Действительно интересно. Улыбка старика стала шире. Обнажился чистокол металлических коронок. Так, мы еще двух зверей не разобрали. Ну, сову вряд ли можно сказать звери. А вот лиса. Он поднял руку и поводил ее в воздухе, как кораблями, расчесывая пальцами пустоту. Скирлы, скирлы, скирлы. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Не пугай меня. От скрипучего звука я весь сжался. То я медведь на липовой ноге, на березовой клюке. Все по селам спят, по деревням спят. Одна баба не спит, на моей коже сидит. Мою шерстку придет, мое мяско жрет. Если об этом предупреждала Полина, то я не сдержал слова. Не то чтобы я удивился, скорее не на шутку встревожился. По легенде, именно в нашей деревне приключилась эта страшная сказка, как и многие другие. А вот этот легендот, мол, не мог знать, еще будучи краеведом. А это уже интересно. Вот, к примеру. В прошлом веке простому люду тяжко пришлось. Денег у них тогда мало было, а еды того меньше. Точь в точь, как сейчас. Подались тогда крестьяне разбойничать, тайгу обворовывать. Кто карася ухватит, а кто и гуся. А главный егерь мало того, что не препятствовал, так еще в первых рядах браконьерствовал. Самым зажиточным стал на селе. Огреб того и гляди лопнет. Так и кричал егерь на всю округу. Я в лесу хозяин. Обзавелся он, значит, семьей, слугами, да каким-никаким имением. И на радостях пир закатил горой аж до самой ночи. А как двенадцать пробило, собаки залаяли. Идите, кричит егерь, слугам, собакам кости бросьте. Через время в ворота застучали. Идите, кричит семья, костей прогоните. Остался он за столом один. Никто воротиться не спешит. Слышит? Слышит? Собаки завыли и смолкли. И тут со страшной силой в дверь забарабанили. Бах, бах, бах! Я обрезал сухие губы и невольно погодел за плечо старика, про себя умоляя Полину скорее прийти и прерывать этот странный монолог. Но лишь тени копошились за спиной Харитона. Егерь от страха едва живой в погреб помчался. Замком щелк! Вдруг голос из-за двери. Милый, это я, жена твоя. Отвори! В жизнь не открою! Так, стучат во входную дверь. Он спрятался в подвале. Ничего, у них там слышимость. Голос стал грубее, напористее. И сголодалась я, любимый. Дай хоть чего-то из-за кромов. Да не женаты мне. Уйди, уйди, Христом заклинаю! Закричал егерь и упал молиться. Тогда голос как гром глянул. Целиком не выйдешь, Хоть кусок мне отрежь. Егерь вне себя от ужаса Просидел в подвале до первых петухов. А как показаться отважился, То нашел своих слуг и родных Повешенными на собственных кишках вдоль тракта. О, кошмар. Глядь, а в имении уже дикие звери Хозяйничают. Потому что нету тайги границ. Она частично в нашем мире. Отчасти там, Где ночь никогда не кончается. Егерь пытался сломя голову бежать из проклятой деревни, но истинный Хозяин Леса настиг его в пути. Мой голос зазвучал неуверенно. И что же с ним сделал этот Хозяин Леса? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Старик громко расхохотался, Склонив голову на бок. Спроси лучше, чего он не сделал. Антон! Глаза старика пригвоздили меня к дверному полотну. Антон, проходи в комнату! Дед Каретон. Я это... Я, пожалуй, пойду, да? Несколько секунд. Старик молчал. Потом улыбнулся, как ни в чем не бывало. И откатил коляску. Ну, заболтал я тебя. Ступай. Я... Стряхнул оцепенение и засеменил по коридору. Приятно было познакомиться. И мне, Петров Антон. И мне. Ух. Я с облегчением проскользнул в комнату Полины. Она была под стать хозяйке. Милая и аккуратная. Сразу бросилась в глаза огромная коллекция виниловых пластинок и проигрыватель. Стены украшали фотографии в рамках. Владимир Высоцкий. С автографом. Партитура. Хиска есть. А там? Там Сейлор Мунжи. Ооо. Ооо. Милота. А тут коллекция пластинок. Дедушка тебя не сильно донимал? Нет. Он очень... Интересный. Небось, ты теперь знаешь все о своем имени. Я... Натянуто засмеялся. Я поводил взглядом по фотографиям. Давайте посмотрим, что у нас. У нас есть... Сейлор Мун. Здесь... Здесь... Три точки дополнительные. Киску осмотреть нельзя, к сожалению. В общем, пожалуй, Сейлор Мун. Плакат Сейлор Мун. Девчачий мультик. Трансформеры... Трансформеры... Трансформеры намного лучше. И рисовать их интереснее. Особенно в момент перевоплощения, когда одно становится другим. Э... Ничего ты не понимаешь. Хотя... Если у Полины ловят канал дважды два, и она предложит посмотреть, я не откажусь. Возмездие во имя Луны! Пианино Кузбасс. Не пылинки на крышке. Здесь она репетирует. Почитаем, что за произведение в нотной тетради. Гендаль. Капричио Сольмино. Похоже на название пиццы, которые едят черепашки-ниндзя. А я и собачий вальс не сыграю. Немного старомодно, но мне нравится. Посмотрим, что у Полины в коллекции. Крам-пластинка фирмы «Мелодии». И редкий югославский винил фирмы «Джугатон». Ахманинов, Сверидов. Ари Верди в исполнении хиблых герзмавы. Извините. Одна классика. Ни ансамбля песниры, ни группы «Секрет». У него даже музыка на костях есть. Записанная электрокарикордером поверх рентгеновских снимков. Игла скользит по фотографии чьих-то ребер. И играет скрипач в ойстрах. Вот. Так, ничего не упустили? Вроде нет. Тогда давайте перейдем к фотографии. Я полагаю, там сама Полина и мама с папой? А времени, кстати, уже довольно поздно. Уже скоро девятый час. А это твои родители? Полина утупилась. Да. Они погибли много лет назад. Я их практически не помню. Я чувствовала себя ослом. Ведь мы могли догадаться, что Полина сирота. Извинись. Извинись, Антош. Мне очень жаль. Спасибо. Дедушка воспитывал меня как родную дочь. Никогда не устану благодарить его. Представляю, каково тебе пришлось. Алина улыбнулась печально. Смахнула с лица непослушные локоны. Давай не будем о грустном. Познакомься с Джоанной. Это этот котик, да? Я наклонился, чтобы получше рассмотреть свернувшуюся у батареи кошку. Сиамская. Привет, Джоанна. Кошка ударила хвостом по ребристой батареи. Зашипела, показав клыки. Прости, она не особо дружелюбна. К такой реакции я привык. Что за имя Джоанна? Тебе не надоело говорить про имена? Джоанна из сериала «Элена. Ребята». Смотрел? Я вот не помню. Может пару серий, конечно, и смотрел. Это же было в самом синячестве. И я фыркнул. Стоп, стоп, стоп. Идём в словарь и смотрим. «Элен. Ребята». Французский молодёжный телесериал, показанный помимо Франции, в Европе и многих странах Восточной Европы в середине 90-х годов. Там же где-то, по-моему, спасатели Малибушли. И... Бэвер Хиллз. Вот это вот всё. Я фыркнул. Это для девочек. Для девочек. Ах ты. Ой, подумаешь. Я вот у трансформеров смотрю. Во. Да ладно, кто твой любимчик? Ты меня проверяешь? Допустим, Мегатрон. Ага. А говорила, что не любишь плохих парней. Да, но вот ему удалось растопить моё сердечко. Она комично схватилась за грудь. Полина села на диван, болтая изящной ножкой, и поправила покрывало. Чем займёмся? Её поза и кривый взгляд как будто загипнотизировали меня. Вдобавок приглушённый свет создавал в комнате особую волнительную атмосферу. В воздухе чувствовался лёгкий аромат ежевики и чего-то ещё более неуловимого и пленительного. Неожиданно, моё привычное смущение сменилось каким-то необычайным задором. Захотелось покрасоваться и хвастаться. В общем, делать что угодно, лишь бы Полина смотрела на меня как можно дольше. Я ощущал себя я таким агентом 007, готовым вот-вот соблазнить роковую красотку одним лишь своим видом. Будто подражая герою шпионских фильмов, я скрестил руки на груди и, таинственно улыбаясь, решил опереться о стену. В этот миг я сам себе казался обворожительным. А вот только застыть в визящной позе мне помешало бряцание клавиш. Оказывается, я не заметил открытое пианино и уселся на него. Ой-ёй. Бывает же. Подпрыгнув от испуга чуть не до подолка, я растерял все свое обаяние. Антоша, Антоша. Следом с грохотом заклопнулась крышка инструмента. Ну вот, сейчас ещё и кошка побежит. Тут же со стула сиганула перепуганная Джоанна. Кошка рванула вверх по шторе, затем стирая когтями стружку обоев метнулась по стене в укрытие на шиваньере. Моим ногам полетели клочки из зорванного постера Sailor Moon, так не кстати оказавшегося на пути испуганного животного. И, судя по взгляду Полины, плакат ей очень нравился. Прости, я не хотел. Она закрыла глаза, губы её скривились, а лоб сморщился. Казалось, сейчас Полина начнёт кричать или заплачет, но она просто выдохнула и совершенно спокойно сказала. Не беда. Нет такой поломки, которую нельзя починить с помощью изоленты. Ну, в этом случае с помощью скотча. Давай, помогай. О-о-о, о-о-о, да. Так, чьё-то лицо? Давайте вас вместе. Так, это явно правый верхний угол. Давайте вот сюда. А между прочим, Флеромон там был и про любовь девушек друг к другу. А это к тому же постер из журнала Cool. Не просто так. Так, тебя я пока не знаю куда. Ты явно где-то внизу. Так, там внизу кусочек есть. Это твой глаз. Давай. Так, верхушку не теряем. Всё, теперь можно и тебя приставить. А, ну ты по ней должна быть здесь. Окей. Вот так. Это же персонаж из Сейлор Мун? Сейлор Юпитер или как там её? Так, Антош, не погони. Не торопись. Всё. Последний кусочек плаката лёг на своё место. И показалось, что вместе с ним в комнате воцарилась утраченная гармония. Слушай, мне вот сложится никто, я не Сейлор Юпитер и прочее. Они же явно там по цветам различались. Я вот Чебиусу вспомню, например. Саму Сейлор Мун? Сейлор Марс, наверное, вспомню. Хотя, признаться честно, я сам не смотрел, наверное. Ну, может, одну серию посмотрел. Может, две. И то из последних. Вот. Ну, немножко в курсе фандома. Про то, что злодеи там названы в честь минералов. Так вот, это Сейлор Юпитер? Или как там её? Да нет же, это Сейлор Сатурн. Её зовут Хатару. Она воин разрушения, который вместо того, чтобы уничтожить мир, спасла его. Мне она всегда больше всех нравилась. Вот. А ещё у неё раздвоение личности, представляешь? По крайней мере, было. Джоанна порвала её на дюжину личности, не меньше. Я посмотрел на Полину и осторожно спросил. Расскажи, как проходят твои вечера. Полина пожала плечами, приняв скучающий вид. Смотрю телевизор или играю дедушки на скрипке. Он планирует сделать из меня Давида Ойстраха. Так, ну про Давида Ойстраха мы уже читали. Ээээ... Музыку на костях. Давид Ойстрах. Один из наиболее известных представителей русской скрипичной школы. Активно выступал в качестве дирижёра, завоевав в этой области имя мастера. Умер от сердечного приступа через несколько часов после концерта. Кого? Антош, мы с тобой уже знаем кого. Но пусть Полина расскажет. Всегда приятно послушать её голос. Скрипач был такой великий. А ты что же, сама не хочешь играть? Почему? Хочу. Это мой шанс уехать в город и начать нормальную жизнь. Гастролировать по странам, знакомиться с новыми людьми. От её слов я ощутил укол дурацкой ревности. Поиграешь для меня. Ты точно этого хочешь? Очень. Хорошо. Только учти, я сегодня не в форме. Она извлекла скрипку из патляра. Лак переливался в свете лампы. Это необычная скрипка. Её смастерил в семнадцатом веке скрипичных дел мастер Гварнери. А сам Ойстрах дал на ней первый концерт. Блин, а откуда у тебя такая реликвия? Она же стоит, как половина государства. Она дорогая? Ну, пару миллионов долларов стоит. У меня отвисла челюсть. Полина рассмеялась. Видел бы ты своё лицо. Я шучу. Копейки она стоит. Если бы у меня была скрипка Гварнери, я бы жила в Москве. А я и не повёлся. Да, да, да. Конечно, конечно. Полина приняла нужную позу, сажала скрипку между плечом и скулой. Поднесла смычок. Фа диез минор. Смычок скользнул по струнам, и музыка наполнила комнату, насытила собой воздух. ОКРАСЛВЕК 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я присел на подоконник, восторгаясь силой мелодии. Как грациозно играла Полина. Смечок буквально летал, разрезая пространство и время. Субтитры создавал DimaTorzok Длинные пальцы перемещались с невероятной скоростью. Призрачная улыбка теплилась на губах скрипачки. Казалось, музыка, этот таинственный фа диез минор, это ветер, ворвавшийся в дом, принесший запах моря и далеких городов. И при его порывах я задыхался от восторга. Мелодия подняла меня до небес, заставив вспомнить ночные прыжки над лесом. Но, как и все хорошее, она закончилась слишком быстро. Полина замерла, опустила руку и поклонилась. Качнулся в отопад благоухающих волос. Я вскочил, захлопав в ладоши. Браво! Кто это сочинил? Роберт Шуман. А вот кто теперь мой любимый композитор! Бра... Во. Слог Во стал возгласом изумления, когда что-то яростно взвыло под моей ногой. Джоанна! В порыве восхищения я позабыл про кошку и нечаянно наступил ей на хвост. Божечки, Джоан, извини, пожалуйста. И не успел я озвучить слова извинения. Джоанна взвелась по моей ноге и вцепилась в бедро. Сквозь штанины острые когти пронзили кожу. Ай! Ай! Полина кинулась на помощь, шлепнула кошку по закривку. Джоанна! Гадость какая! Брысь! Кошка сиганула на ковер и ретировалась из комнаты, лапой отворив дверь. Ну, она же кошка. Она же не виновата. Это я такой... нелюбый, не дотёпа. Я обморщился, трогая бедро, явно хорошенько расцарапанное. Полина сочувственно приобняла меня. Больно? Да так, я сам виноват. Ой, я ей покажу, как бросаться на моих гостей! Меня волновала не столько боль, сколько ущерб, нанесённый одежде. Мелкие дырочки, испечлили штаны. Мда... Мама будет счастлива. Но внимание Полины мне польстило. Твоя Джоанна, дама с характером. Вы поладите. Если ты не умрёшь от потери крови, конечно. Она повертелась. Осматриваю комнату. Где-то тут был йод. Необязательно. Что значит не обязательно? Ещё никто не умирал в моей спальне. И я хочу, чтобы так продолжалось впредь. О, какая милота. Снимай пока штаны. А, но ведь... В смысле снимай штаны? И я вообразил себя перед Полиной в одних трусах. Как она, нагнувшись, обрабатывает рану. Образ окатил горячим паром. Не надо, Полин. Ну правда. Не слушая меня, она смочила вату коричневатой жидкостью из пахучего флакончика. Пациент, я готова. Спускайте. Серьёзно, дома промою. Улыбка стёрлась с её красивых губ. Вертикальная морщинка пересекла переносицу. В голосе... Да. В голосе появились капризные нотки. Перестань сопротивляться! Дай я тебе помогу! Она покладила меня значительно ниже раны. Девочкам нельзя отказывать! Ой, я даже не знаю, что ей сказать на такой пассаж. Полина решительно шагнула вперёд и схватилась за пряжку ремня. Я увернулся, но не тут-то было. Девочка очутилась сзади, подделая ремень пальцами, попробовала стащить штаны. Ах ты ж! Она захихикала. Я крутанулся, и Полина прижилась ко мне, заливаясь смехом. Легонько прикусила мою руку, дёрнула за ремень. Отступая, я врезался в диван и упал плашмя на его мягкую поверхность. Полина приземлилась сверху. Волосы накрыли моё лицо, защекотали ноздри. Я ощущал, как вибрирует грудная склетка смеющейся Полины. А ещё, я чувствовал сквозняк голой кожей бёдер. Ой-ой-ой. Ей таки удалось стянуть с меня штаны. Я лежал под ней частично ноги и сгорал от смущения. Полина отстранилась. Смех затих. Она сдула прядь волос и заглянула в мои глаза. Уперев кулачок в щёку, прошла задумчивым взглядом по моему лицу. Ты чего? Ничего. Красивый ты. Скажешь туже. Честно-честно. И знаешь, мне кажется, что я все эти годы ждала, когда ты в посёлок приедешь. Моё сердце выстукивало бешеный ритм по трёбрами, в висках, по всему телу. Я забыл, что лежу под ней без штанов и трусь голым бедром об её ногу. Мне хорошо с тобой. и мне. Я встретила человека, который меня понимает. Это дороже скрипки гварнери. Я переместил взгляд на её рот. Он был так близко, что я видел каждую крошечную морщинку на пересохших, как и у меня, губах. и у меня. Так... Ну, Атош, давай. Полина опустила веки, затрепетали ресницы, наши губы соприкоснулись. Голова закружилась, померещилось, что я падаю в пропасть. Каждая клеточка моего тела пела от восторга, словно я пробовал на вкус прекраснейшую музыку, но дегустировал нечто более совершенное, чем мелодия Шумана. И тут я увидел зеркало на дверцах платяного шкафа. Там отражалась приоткрытая дверь нотрова коридора. Из щели за нами следил Харитон. Хмурое лицо будто плавало в черных водах темноты. Глаза впились в меня глубже и злее, чем кошачьи когти. Рассекретный старик дал задний ход, отъехал от двери и канул в варево теней. О, пораженный. Я оторвался от Полининых губ, прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня непонимающе и раздосадованно спросила. В чем дело? Я выпутался из под нее, встал натягивая штаны, с третьего раза застегнул ремень. Ни в чем. Я вспомнил просто, пообещал маме вернуться к ужину. Не уходи. Полин, послушай. Не уходи, Тош. Голос отражал, слезы потекли по щекам серебристыми ручейками. Я оцепенел от неожиданности. Настроение Полины сменилось моментально, так же, как и тема в монологе ее дела. Но ведь дед был старым и чудным. Забери меня с собой! Ха-ха-ха! 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 Полин? Моргнись, тебя тут убирают. Ты чего, Полин? Ну перестань! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я обеспокоенно склонился над ней. Хах-ха-ха! 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 Я здесь с ума сойду. Не знаю, руки на себя наложу. Не говори так. Она повалилась на кровать, ладонями прикрыла лицо. С хлипой превратились в сдавленные рыдания. Я растерянно топтался на месте, не зная, что предпринять. Обнять ее попробовать, например. Ведь я не знаю, поможет ли. Но я попробовал обнять, наверное. Что можно бы сделать в такой ситуации? Да и главное, почему? Неужели дедушка творит что-то? Не положено делать дедушкам. Странно это все. Давай сбежим! Завтра же соберем вещи и уедем в город! Ой, не просто так она это предлагает. Нам по 12 лет. Ну, учитывая, что у них творится, тоже, возможно, хотел уехать. Но тут, да, тут и заброшенный город, и то, что дети пропадают. Но мне кажется, кроме того, что страха, что вот следующая пропавшая может быть она, может быть, может быть, что-то еще, хотя, может быть, за буквально неделю попало трое человек. Это действительно жутко. А это страшно. И дети все еще ходят в школу одни. Через лес. И что? Тебе нравится жить в хибаре у леса? А мне, думаешь, по нраву гнить, заточенный в четырех стенах? Ее кулачки били по дивану. Тело выгибалось. Если ты мужчина, уведи меня из этого места. Пора уходить. Отчеканил блатный голос. И я был с ним солидарен. Понял, что несколько неловко, наверное, оставаться в комнате, где пратит девушка. Неужели можно так вот просто взять и оставить? Ну как мне, все же ее сперва переботрить надо. И что утро, вечер и мудренее, например. Вот так вот только у нас отношения стали налаживаться. Она, типа, к себе предложила, ты такой, а? Давай, Антош. Прости, тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. Я вышел в коридор, в бурча. Возможно, поступил как трус, но я не смог больше выносить ее истерику. Надел куртку, сунул ноги в ботинки. Скирлы, скирлы. Скирлы, скирлы. Я устраивался в темноту, думая о медведе-людоеде. Плащ Полины раздавался за стеной. А на меня надвигалось нечто скрипящее. Ну, Антон, он успокоил бы Полину. Хотя, не знаю даже, как можно быть. Ну, вот может приобнять-то. Побычнее, пока она плачет. Коляска старика притормозила в двух метрах на границе света и мрака. Уходишь? Так быстро? Я промяблен шнур ее обувь. Простите, мама будет беспокоиться. Ты знаешь настоящее имя своей матери? Петров Антон. Дед Харитон, ну чего ты прицепился с именами? И зачем, я даже если знаю, зачем мне его тебе говорить? Сам говорил, чужим нельзя. Тени клубились, двигаясь за плечами Харитона. Я жаждал покинуть это странное место как можно скорее. Нет, простите. Взволнованный я извинялся направо и налево. Да лучше бы перед Полиной извинялся. Бр, извините. Почему плачет Полина? Что случилось? Блеснули железные зубы. Пойдем на кухню. Чай пить будем. Но ведь я там, мама дома ждет. Это поздно уже. Я, пожалуй, пойду, может быть. Я тортик разрезал. Деда Харитон. Меня ждут. Спасибо. Я на тортик вам. Потом зайду. Извините, аж так все получилось? Подождут и перестанут. Ну, пойдем. Пойдем. Боже. Из твоих уст фраза подождут и перестанут. Звучит как-то совсем уж зловеще. Он хныкнул капризно. Наконец, справившись со шнурками, я скачал на ноги. Старик улыбался надсадно. Я повернулся к нему спиной. Пальцы сражались с замком. Скерли, скерли! Мне не позволят уйти. Наедут сзади коляской. Утащат. Скерли, скерли! Ох. Дверь отворилась, пустив в душный коридор зимний мороз. Как твое настоящее имя? До свидания! Ой-ой-ой. Но Вильс это совсем стемнело уже. Я выйдет на крыльцо, на дорожку, петляющую между домов. Пока я гостил у Полины, мрак вороньими крылами убиял поселок. Из-за ветра он казался живым и мыслящим существом. Слабо горели в мурованные в ночь фонари. Я утер лоб. Ну и ну. Что за концерт устроила Полина? Старик, подглядывавший за нами. Не мудрено, что она так отчаянно хотела сбежать. Едва я вспомнил металлические зубы Харитона, аж мурашки зарискали по моей коже. А ухожи до... Вот и его скирлы, скирлы. Скирлы, скирлы. Опачки. Ты же не бяша. Давай ты будешь не бяшей. И не ромой. Давай ты будешь Вовой, например. Вот даже Бобуриным. Я встрепенулся. Я кинул взором улицу. У забора маячил неясный силуэт. Медальон Полина все еще должен быть у меня на шее, если я его не снимал. Кто здесь? Кто, кто? Так, ну судя по шапке, как кажется, я знаю, кто это. И что-то мне нехорошо. А Бяша носил капюшон надвинутым. И у него был свой говор. В шапке со степленным ошем есть только один человек. Рома. Человек шагнул ко мне. Встал в кольце фонарного света. Эдоша кувыркнувшись уухнула в пятки. Я узнал Ромку. Щеки одноклассника были мокрыми. А глаза покраснели. Он плакал. Он плакал, перечись в темноте. Если он прятался в темноте, зачем он меня кликнул? «Ну, привет! Разве я не предупреждал тебя, а? Разве не говорил, что убью, если увижу рядом с ней?» Раздался щелчок. сверкнул нож бабочка. Обескровенные губы Ромы растянулись в страшной кремасе. Зрачки сверкали словно две монеты. Ром, убери нож. Думаешь, я псих? Я покажу тебе, что делают психи. Если ты мне покажешь, что делают психи, я точно буду думать, что ты псих. Если живым останусь, конечно. Рома! Я отступал, боясь повернуться к нему беззащитными лопатками. Как будто живот у меня был сильно защищен. Ромка шел на меня скалясь. Жалкий ублюдок! В уголках у во рта выступила пена. Он судорожно утер лицо рукавом и еще сильнее размазав слезы по щекам. Остекленевшие глаза заволкнул туманом ненависти. помолит коготь, который мне дала Полина, снова пришел на выручку. А? Время словно замедлилось. Стало как янтарь, в котором застыл не только я, но и Ромка с его опасным ножом. Беги! Просигнал ее внутренний голос. Спасай свою шкуру! Жалкий грязный ублюдок! Вдруг он завыл. Горестный вой взвился к звездам. Ромка сунул себе в рот рукоять ножа, как сигару, зажал зубами. Лезвие торчало наружу стальным клыком. А затем он упал на четвереньки. Его тень по-звериному нахохлилась. Слюна капала на снег. обезумевший ромка зарычал и бросился ко мне, отталкиваясь всеми четырьмя конечностями. Беги! Я побежал, не разбирая дороги. Ботинки вязли в сугробах. Мелькал штакетник. Тук мопился такой, словно за мной гнался мировестник. А какой-то зверь, большой до ужаса. Ветер бил по лицу, обжигал будто листья крапивы. Я задыхался. На повороте стоял припаркованный трактор. Но водителя я не увидел. что-то ёркнуло, перепрыгнуло через ступенку. Приземлилось в паре метров от меня. Снежная баррикада перекрыла путь. Я скрабкался на нее, скатился, пригнулся в переулок. Понари мигали панически. Я заметил сельмака и кинулся к нему. Дернул ручку. Запер. В стекле отрезался переулок. Тут огромная и жуткая двигалась оттуда, окутанная метелью точно похоронным саваном. Я метнулся на растищенную полоску асфальта. Собаки в дворах не лаяли, а жалобно скулили. Я обогнул крайний дом и выбежал за поселок. Лес нависал черной монолитной глыбой. У меня был выбор. Просека, на которой я был бы как на ладони. или прямой маршрут через лес через рвы и бурелом. И я предпочел второй вариант. Прыгнул в бок. Нога скользнула по льду и рухнула в овраг. Прыгаясь, перевернулся на спину и стал отползать, ожидая, что Ромка вот-вот появится сверху. Нечеловеческий вопль пронесся дворями и ввинтился в уши. Прошла минута. Вторая. Я тресся, всматриваясь в края врага чернильные мазки сосен. Это Рома? Но погони, Там маска зверя. Вон же сверяные уши, глаза. Это точно не Рома. В приближающуюся тень. Но это волк. Мальчик в маске волка вышел из леса и остановился передо мной. Друг. У волчика оказался нож. Такой же нож бабочка, который был Рома. Это точно волчик. Он разжал кулак и нож бабочка упал на снег. Тебе ничего не угрожает. Мы же говорили. Ой, спасибо тебе, волчек. Не веря своим глазам, я поднялся на ноги. Волчонок махнул рукой в сторону просеки. Все в порядке. Иди. Так, ну ты запухался, значит, от твоих рук, не, лап, дело. Спасибо тебе большое. Жизнью обязан, наверное. Ну и я пойду. Я был слишком испуган, чтобы задавать вопросы. Потому я молча ушел, хромая вдоль колышущихся деревьев и постарался не думать о сгустках тьмы, что провожали меня, роняясь за кустами. Я еще не знал, кто ждет меня в месте, которое я по ошибке называл домом. Получено достижение выжившей. Вы сбежали от ромки. Коль я еще не знал, давайте на самом деле в любом случае сохраним. Сюда. Входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что иней покрывает мою кожу. Я стихнул кулаки. Мрак просачивался в прихожую, а с ним, медленно планируя на ковер, влетали снежинки. Это странно. Как будто стая падальщиков, почуявших добычу. Я осторожно прижигнул порог. Так, там явно работает радио, но что говорят, пока не разобрать. Вдруг услышала, как кто-то говорит на кухне. Но это был всего лишь радиоприемник. Циклон, о котором мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. МЧС призвала жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран. Сверху тоже доносились голоса. Это была бы явно мама. И явно она была недовольна. В том числе и мной. Заскрепили протяжные ступеньки. Едела шаг. А сердце за это время успевало ударить 5-6 раз. Дверь родительской комнаты была отворена. В пятне света выступал театр теней. Черные силуэты исполняли танец ненависти. Мамины кисти взметались к потолку, когда она шипела на отца. А он нависал, скрестив руки на широкой груди. Мы все в опасности. И все из-за тебя. И не ври, ты видел его в поселке. Он вычислил, где мы живем. Это был не он. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Я пробежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения, сыпали взаимными обвинениями. Карина! Отец низко по звериному зарычал. Пусть они прекратят! О, Оля, Оля, с тобой все в порядке. Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Я отогнал видение, в котором сестру за мои крихи убивал ножом Ромка. Опухшее от слез личико заставило меня похолодеть. И почти вытолкну из мыслей образ скалящегося деда Харитона и скачущего на четвереньках Пятифана. Что случилось? Они разведутся! Я убнял сестру и прижал к себе. Язык отказывался повиноваться. Искать утешение. Я смолочь! Это ты, сука! Я вага! Крики будто звучали сразу отовсюду. Справа и слева, снизу и сверху били по макушке. Ругань падала нам на головы, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бомбежки беженцы. Я хочу уйти! В свою комнату? Нет! Дальше! Отведи меня в небыль, Анди! Ты обещал! Я осторожно отнял ее руки от ушей и повел мимой при уши яростью в спальне родителей. Из-за тебя! Ради кого? Только тебя! Никогда в жизни! В эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям. Колени подгибались. Почему тебя не было так долго? Я был в гостях у одних странных людей. Они тоже разводятся? Не думаю. Что-то стукнуло карниз снаружи. Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлепнулся в раму. Ты ждешь кого-то? В... В... Вроде нет. Я не ответил. Отпустил ее запястье. Она схлепнула испуганно. Я прошел по комнате, морщаясь от каждого родительского вскрика. Билась посуда. Папа с мамой переместились на кухню. Ну, как бы вариантов-то у нас немного. Мы можем только открыть. Не открывать мы, к сожалению, не можем. А там, наверное, ничего хорошего нас не ждет ведь, да? Ладно. Оля, вставай за мной. Вдох. Выдох. Я отдернул штору и рывком распахнул окно. О! Ребятки-зверятки. Совушка, Медвежутка, Волчек и, конечно, пленительная Алиса. Все были в сборе и махали нам снизу. Причем Волчек особенно радостно так. Оля ойкнула, завидев девочку-птицу. Помимо страха, в голосе звучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. Ну, в такую-то погоду, может, и норм. Ну, Алис, там скоро буран будет. Мы же, если выйдем, обратно-то не зайдем. У нас столько игр, не игры, Дима. Давайте только не во все игры играть. А то у меня лапка болит. По чуть-чуть. И потом отдохнем. Друзья! Выходите скорее играть и танцевать! Они все по-своему криповые. Их голоса. Их надо вот в манерах говорить. У медвежутки. У меня ощущение, я вот там ворюшку вот стащил в самом начале игры. И у него как раз, по-моему, не знаю на этой руке или нет, у него как раз кисть забинтована. Это наводит на какие-то подозрения. Но благо хоть волчок меня спас от Ромки. Хотя по размерам должен быть его в полтора раза меньше. При виде Алисы, сердце забилось сильнее. А внутренний голос буквально кричал. Наконец-то! Она здесь! Так, Антон. Я понимаю, что мы с тобой сделали выбор в самом начале. У нас был выбор между Полиной и Алисой. И мы, ну, совместно, моей рукой выбрали Полину. Так это... Нельзя пытаться усидеть на двух стульях. Добром это не кончится. Они знают, как попасть в небыляндию. Я прикидывал. Глядя на зверят. Может быть, пойдем и узнаем. Фигурки лесных дверзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Так, а шапка где? Оля? Ну-ка, быстренько надень свою шапку. Иначе голову застудишь, а потом заболеешь, не дай бог. Спасибо, Оля. Мама лаяла на отца от Ривиста, как дикое животное из передачи Николая Дроздова. Все мы, конечно, помним, кто такой Николай Дроздов, но давайте еще раз проверим. Николай Дроздов. Советский и российский ученый-зоолог, путешественник, популяризатор науки и ведущий телепредачи в мире животных. Обладает заразительным оптимизмом и трогательным отношением ко всем животным. И в отличие от всех остальных описаний, в конце не сказано, что он умер. Но что про Дэвида Острых писали, умер от сердечного приступа через несколько часов после концерта. По кого там еще писали? По кого-то еще точно писали. Про Игорь Летов. Умер во сне. Ребенушке Интернешнл. Самоубийство. Сергей Супонев. Разбился на снегоходе. Ну, как бы вот, Дроздов все в порядке. Долгих лет ему жизни. Мы просеменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. Ко мне тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Как же долго! Пока мы вас, домоседов, ждали, то чуть не состарились. Она прижилась еще сильнее. Оказывается, ждать так утомительно. Дайте хоть минуточку в себя прийти. Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе забыла куда. О, да. Бывает она такое. Оля смотрела на Саву с подозрением. Но хихикнула, когда та вдруг перекуркнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже совораженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Меня зовут Оля. Раньше я... ну, я просто тебя боялась. Тебя испугала наша солнышка. Ну, знаешь ли, вы все почти немного криповые. Ну ладно, не все. Ты, Алиса, особенное нечто. Есть что-то завораживающее в тебе. Но остальные это просто... У тебя хоть и глаза видно из-под маски. Может быть у нее совофобия? А это лечится? Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Иначе с нами можно умереть от страха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. И это после всего, что я увидел в гостях у Полины. Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку, журчание которой глушило все дурные мысли. Какие у вас красивые костюмы! Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. Ооо, какая очаровашка! Ну скажи да, сестра у меня, просто нечто. Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Ну как, почему лучше это съедите? Да еще чего сделаете нехорошее. И я покатился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. И сказал, обняв сестру. Давайте отойдем подальше. Вы слышите? Это мелодия. Запросто! Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Глаза сестренки охуклились. Как? Нужно идти по сладкой тропинке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. О, маски. Пол мне такой. Оля всплеснула ладошками. Посмотрела на меня вопросительно, и я кивнул. Сестра захрустела конфетой. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Почему, ты мне не рассказывала? Так, с сестрой надо явно будет поговорить по поводу того, что не стоит брать конфеты из рук незнакомых людей. По поводу, умрет ли кто в этой игре, тут сложно сказать. На данный момент без вести пропало уже трое детей. Совсем недавно. Сперва пропал мальчик Вова. Потом пухлый хулиган, с которым я поссорился. Потом пропала девочка староста. Тоже вроде не самый приятный человек. Вот. Впрочем, медвежутка похож вроде на того хулигана. Какой-нибудь такой же кухлый. Вот. Ну, хотя вот не знаю. Я все думаю, как бы мне не попасть в следующем. А еще, если их сестру поставлю. Ну, Антон, Антон. Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Слушая их ребяческую болтовню, я почему-то вспомнил Ромку. Как во время погони, тот истошно закричал всего за пару минут до появления волчка. Что случилось с Ромкой? Поверь, он в порядке. Жив-здоров твой Ромка. Только такой вредина, как он, вряд ли получит от Деда Мороза подарок. Максимум горсть угля. Вровели по шапке. Медвежутка комично погрозил перебинтованной лапой, и зверята дружно расхохотались. Я дошкала не только дружно, несколько жутко. Моя едва проснувшаяся тревога тут же забылась. Улеглась. Ооо, ооо, она махнула хвостиком. Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом, точно факелом. Оля интенсивно двинулась за ней и засмеялась, вынув из сугроба вторую конфету. Вы такие бодрые, на вас аж смотреть противно. А ты давай не зевай. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Скажешь, что же. Скорее уж мне на голову свалится три кило конфет, чем я поверю в байк или хитчи. Ох, ой, 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 ой. Когда сладости стали падать на макушку медведя, я сам не удержался от смеха. Так забавно он нойкал и втягивал шею. Угощения переливались на стегу. Медведь чихнул и достал из уха мишки на севере. О, там жвачка турбо. И риски вон с собачкой. Что-нибудь еще вон знакомое может есть? Эх, я бы вздремнул в часок. А уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса донесся крик Алисы. А, точно, это же риский эскиз. Там кошечка. Совсем забыл. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Ой-ой-ой. Я пожал плечами и побежал. Потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Что-то круглое прилетело возле моего виска. Я решил, что это снежок. Ноуля воскликнула. Зефир! Не подбирай, он испачкался. Ты что, веришь в микробов? Ну что, скажите, вы видите микробы? Так их нет у нас, да? А ты нет? Раньше верила. Стройные сосны-великаны встречали нас шорохом своих лап. Снег снова завалил снизу вверх, в бескрайнее черное небо. Сукрубы полыхали, точно расплавленное серебро. Как же красиво! А я думала в лесу страшно. Да, действительно красиво. Нас родители пугали лесом, снегом и с собой. Ну а мы с собой играли в снежной чаще под луной. Я старался не упускать из виду Олю. Но это было довольно сложно. Сестра то кидалась за кусты, подбирая все новые конфеты, то, смеясь, выпрыгивала на тропинку. Совушка пронеслась над нами, села на ветку и заухала, мотая головой. Волчек вскопал мордой снег, вытянул горсть жвачек и поглотил, не снимая обертки. У тебя будет несварение! Волк испугался и выпрыгнул жвачный ком. Враги-враги, злые собаки! Нет никаких несварений! Вся эта чушь случается только со взрослыми. Лиса встала как копаная и важно отодвинула полог переплетенных веток. Так в театре открывают занавес. За преградой была поляна. А на ней всеребрился дворец изо льда. Там какие-то следы вон идут. О-о-о! Это всё взаправду? Ущипнуть! Медвежутка, ты, ежели её ущипнуть, у меня на пол сестры меньше станет. Давай лучше не надо. Не надо её щипать! Мы смотрели на сверкающее чудо. Пашинки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Где-то ласково звенели колокольчики. Отчётливо пахло шоколадом и сжжённым сахаром. Милости прошу к нашему шалашу! Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, вертясь и жмурясь от слепящих искр. Дед Мороз... Дед Мороз... Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Пушистые помпоны покачивались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Так, подожди-ка. В оригинале у него вроде должен быть... Один помпон. И да, это снова маска. Я не знаю, что он там скрывает, эта маска. Он был таким, как я его себе воображал давным-давно. Когда ещё верил в мамыны сказки. Высоким, сильным и косматым, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его, густой и глубокий, окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга! Ох, и намучились же вы ребятки, пока сюда добирались. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли! Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми. Звонко, беззаботно. Словно он был её ровесник. Знаю! Всё знаю! Мне мои друзья докладывают, хо-хо-хо-хо-хо! Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждёт! Судя по глыбам, лежащим на полу, либо из них он сотворят какие-то игрушки и прочее. Либо здесь это служит чем-то вроде сидений, либо это стройматериал из этого замка. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! А я не ленилась! И о том знаю! Он обвёл нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Всё это время я молчал и смотрел. Мой взгляд будто примерз к старику. Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до луны. Но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. В его огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао, халвы и мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Хе-хе-хе-хе-хе! Из Небыляндии привезённые! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал. Заслужили! Но? Но есть правило! Хе-хе-хе-хе! Надо бы вам три дедушкины загадки отгадать. Попробуйте! Ну что ж, дедушка-сфинкс. Ну... Я не успел разлепить пересохшие губы. Да! Ну хотя загадки для детей, возможно Оля справится. Кстати, вы заметили, какая милая киска у моей сестры на шапке? На шапке. Тогда слушайте первую. В нём живут машины и хранятся шины. Я посмотрел по сторонам. На детей в масках. Они замерли в углах, но их тени плясали на стенах. Что-то тихо сгудело. И я подумал, Робия, это ворчат их желудки. Гараж! Точно, в прошлый раз при упомнении гаража звери тоже испугались. Верно! Хе-хе-хей! Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит как тень, Посудой гремит, На всех шипит. Я попростительно вскинул бровь. Весь день ходит, как тень, посудой кремит, на всех шипит. Шипящий посудой кремящий теневой ходок. Мама? Оля потянула руку. Можно я? Можно я? Это кошка! Верно! Осталась последняя загадка и подарки ваши. Только вот незадача, ребятушки. Запамятовал я, о чем же была эта загадка. А может наши друзья-зверята нам подскажут? Какой-то в конце у него здесь смех просто жутковатый. Ряжные дети с гоготым и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе, смутно напоминающим пляску у моего окна в ту злополучную ночь. Дед Мороз сидит на троне, прячет бороду с мешок. Так. Детамина слишком долг! Развяжи скорей! Детамина слишком долг, развяжи скорей. Так, прячет в голову с мешок. Развяжи скорей шнурок. Развяжи скорей кишок. Развяжи скорей мешок. Мешок, вот. Нет, скорее всего надо развязывать мешок. У него же там для нас подарки. Мешок! Да, Оля, молодец. Умница. Дед Морозу смеялся. Довольный. Убедили старика. Получайте. И он высыпал из багрового мешка горы угощений, каких я не видел даже в рекламе. Жвачки самых разных форм и расцветок. Вкусно пахнущие с торчащими вкладышами. А там он... Милки Мэй. Сникерс. Леденцы с размером с кулак. И мандарины размером с Олину голову. Ту Викси. Спикерс. Марс. Баунти. Киндер сюрприз. Бананы. Нет, слушай, но это не мандарин. Это какое-то помело. Может, грибфрут. Ну подожди, дедушка. А чаю, чтобы все это запивать? Мы же в шухомятку-то подавимся. А еще там всякие вот сникерсы, марсы, баунти и киндер сюрпризы, которые мы так давно не пробовали. Ой, спасибо. Я вытер рукавом выступившие слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая небылиантия. Без унижений и запретов. Наконец-то мы будем счастливы. Ну, слушай, постоянно кушать конфеты счастлив не будешь. Не, конечно, первый день, два, неделю, может, две, конечно, да все вкусно. Но так хочется как-то запивать, наверное, уже с третьей недели. Потом, конечно, фрукты есть и некие немножко витаминов дадут. Но в целом, давай подробуемся еще, чтобы выпивать и побольше фруктов, им можно жить. Дед Мороз распрямился, покидая трон и воздел руки над угощениями. Звери по бокам тоже подняли лапы. Ооо, волчок так хочет кушать, что у него слюна просто течет из маски. Их глаза блестели ярче драгоценных камней. Пасть волка была мокрой от слюны. Да будет пир на весь мир! Звери, молча и рыча, бросились поедать конфеты, одну за другой. Рты у них были вымазаны чем-то темным. Сестра схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого, я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. О, отказаться или принять. Так, ну может ли мы конфеты не ели? Нигде не нас кто-то позвали и угощают конфетами. Но без чая. Вот когда Алиса одну конфету предлагала, там мы согласились. Типа, ну вот конфету дают, бери. Тут, ну, как-то делает не чисто. Конечно, тут тоже можно сказать, что дают, бери. Но как-то вот, ну, что-то вот мурашки какие-то по смене бегут и шипичат. Что-то здесь неладно. Беги! Беги отсюда, да? Хотя вдруг это самый настоящий Дед Мороз? Я его обижу, если откажусь. А то еще случится такое, что сестра останется тут, а меня отсюда выгонят. Ну вот. Отказаться? Если я отказываюсь, Оля явно будет недовольна. Она будет опечалена. Вот. Ну что ж ты? Что ж ты делаешь, да, братик? Если я приму, то она будет радостна. Ну, сгустная ради своей сестры можно, наверное, и принять. Я вынул из грудных сладостей на полу самую аппетитную конфету. Надкусил. Молосный шоколад таял во рту. С выбором вас поздравляю. Веселитесь в этот час. Я желание исполняю сокровенные для вас. Антон, смотри! Личко сестры было перемазано шоколадом, и я уже собирался сделать их замечание, но слова застряли в горле. Гигантская ель устремлялась к звездам и исчезала где-то в космосе. Ее венчала круглая луна. Огромные шары сияли на ветвях. Гирлянды переливались всеми цветами радуги. Крыша исчезла, и над нами раскинулись мириады созвездий. Музыка, смех, аромат хвои и сладостей. А рядом плясали медвежутка, волчек и совушка. Так, а где Алиса? И снежинки падали задом наперед. Я засмеялся. потокал пышную позолоченную шевелюру. Все по-настоящему. Это что? Это она? Вы тут не про небылендию случайно говорите? Это и есть небылендия? Алиса манерно поклонилась. Шары переливались и мерцали. И моя душа мерцала им в унисон. И я становился зимним волшебным лесом. Мягкой, ласковой хвоей всеми созвездиями сразу. Добро пожаловать домой. Вот где всегда был мой дом. Снег искрился и слепил. Оля закружилась в танце. Схватила по конфете в каждую руку. Волчонок жонглировал киндер-сюрпризами. Ты видел? Приставки, тетрисы, куклы и трансформеры лежали под елею, словно их грузовиками свозили сюда. Да не может быть. Это все наше? Я понял, что тоже танцую и ответил, не прерывая движений. Многовато для нас одних. Я бы поделился с кем-нибудь. А ты? Ну, если с кем-то хорошим. Какие-то дети стояли у кромки опушки зачарованно глазею на праздник. Эй! Я прыгнул через всю поляну и плавно переземлился возле них. Так, а их там человек шесть. Что делают шесть детей поздно ночью в лесу? Вы кто такие? Хотите с нами? А можно? А можно? А я вас не знаю. Спрашивайте. О, что ты? Мама! Как здорово! Взялись за руки, а я повел их цепочку к подаркам. Тут это это... У хозяина-то спросил, можно нет? Ну, хотя ладно. Не было ничего лучше, чем везти кого-то по тропинке к мечте. Праздник наступил по-настоящему. В каждом празднике, как в красивом яблоке, была червоточинка. Его скоротечность. Но здесь, под лапами величественной еле праздник не кончался. Ты счастлив, Тоша? Я счастлив! Ура! В небе взрывались грандиозные фейерверки, озаряя танцующих. Глаза увлажнились, напружинились мышцы. Я запрокинул голову к луне и закричал от приполняющих меня эмоций. Ты счастлив, зайчик? я прыгнул до звезд и кувыркнулся. Мой крик слышала вся неболяндия. счастлив! 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 Я проснулся с улыбкой впервые за долгие сны долгие дни проведенные в новом доме. В этот раз счастье не отпускало. И нахлаждаясь им всем телом, я сладостно потянулся. За окном, радуясь яркому и дворскому солнцу, весело пели красногрудые красавцы снегири. Их чириканье дарило мне надежду, что однажды лысый лес за окном вновь обратится в райскую кущу на радость родителям и сестренке. Детский топот ног и собачий лай наполнили коридор. Дверь мою комнату широко распахнулась, обдав меня теплым ветерком и ароматом свежезаваренного кофе. Там явно какой-то песик. На пороге стояла светящаяся от счастья Оля, а в ее руках непрерывно ерзала, гуляя хвостом, умылительная жулька. Тоша, гляди, гляди, папа разрешил ей остаться. На глазах сестры выступили слезы радости. У меня теперь есть собака. Ха-ха-ха. От столь потрясающей новости я даже подскочил с кровати. Так, а у меня две кровати в комнате. Ну, похоже на то. Да ведь это же жулька. Сам ты жулька. Ее зовут принцесса. Да, ваше высочество? А! Собака одобрительно тякнула. Тук-тук, можно к вам? к моей полной неожиданности улыбающийся папа переступил порог и, что более удивительно, в обнимку с мамой. Как тебе пополнение? Мне эта дуреха под колеса бросилась, еле вырулил. Машину поцарапал, думал, голыми руками удавлю. А заглянул ей в глаза, они такие, как бы сказать, умные. Во! А сама дрожит вся. Ну, говорю, ладно, доедешь со мной до дома и сиденья не обгадишь, тогда оставайся. Принцессы не гадят. Мы дружно засмеялись, точно как раньше, когда любая незначительная мелочь могла рассмешить в два счета. Чего замолчал? Давай, продолжай. Мама хитро посмотрела на папу, тот покраснев, отвел взгляд. Словно дети, ей богу. А еще из хороших новостей, ваш папа получил повышение. Грешно, конечно, радоваться, ведь старший бухгалтер пропал все-таки. Но, как говорится, нет худа без добра. Это значит, тебя чаще не будет дома? Это значит, двойную надбавку плюс премии. Правильно, Карина. Так что готовьтесь, на следующей неделе нас всех ждет семейное путешествие. от этих слов мое сердце забилось сильнее. Куда? Да не, не в Диснейлендже. Антош, даже не думай. Оля даже выпустила дворняжку из крепких объятий. неужели в Макдональдс? Скажешь тоже, Оль. Бери выше. Мы давно уже планировали эту поездку, да все не получалось. Вы уж простите нас, ребятки. Мама кулачком смахнула слезу. Да ладно тебе, Карин. Все в прошлом. В общем, собирайте чемоданы, летим в Диснейленд! От радости мы с сестрой запрыгали до потолка. К нам присоединилась раззадоренная громкими речами собачонка. Ура! Ура! Диснейленд! Диснейленд! Наш восторженный виск целиком заполнил дом, пронесся по чердаку и водосточной трубе, облетел двор и скрылся в сверкающем белизной лесу. А вместе с ним ушло и страшное слово на букву я поклялся, что навсегда запомню этот день, когда с родителями наконец-то спали маски пренебрежения, а под ними оказались лица людей, которых мы всегда знали и любили. Лилия Павловна все еще не вернулась в школу из-за пропажи Кати. Поэтому сегодня я выспался и шел засветло только к третьему уроку. Так ты Полине даже не позвонил? Как ты мог? Проложенная тропинка была к чернеющим домикам на фоне белоснежной равнины, где из дымоходов уже валил сизый дым, пахнущий березовыми и сосновыми поленьями. Крепкий ночной мороз окончательно спал, затремав под солнечными лучами и на белых шапках крыш заиграли ледяные искры. Я становился уверенный, что сегодня никто не в силах испортить мое настроение. Ни мой персональный мучитель пяти фанов, ни его гадкий прихвостень Бяша. Ни сверкающий нож, грозивший вспороть мне брюхо, как дохлые рыбе. Все кануло в небытие. Откуда-то протяжно замучала корова. Я выпал из секундной неги и двинулся дальше, хрустя снежной периной под подошвами. Высоко над головой плыли косматые облака, в чьих очертаниях угадывались милые сердцу силуэты зверят. Внезапно мне на голову притемлился пушистый снежок. И девичий смех, напоминающий звон колокольчика на весеннем ветру, коснулся моих ушей. Я обернулся в ожидании увидеть ее, мою дорогую проводницу в сказочный мир грез, короче, любимую и обожаемую Алису. Но вместо девочки-листницы на протопанной дорожке позади стояла Полина с неизменным скрипичным футляром руки. Опять Петров ворон считаешь? Она заразительно засмеялась и, подбежав, вдруг бросилась мне на шею. Я опешил, утонув в сладком аромате ее духов. Только вчера я был потрясен ее внезапной истерикой, и мне казалось, что лучше держаться от Полины подальше. От ее резких, как качели, перепадов настроения, от чудаковатого деда. Но стоило ей обнять меня, как я сразу позабыл весь кошмар и уже не хотела, чтобы скрипачка меня отпускала. Что с тобой? Она смущенно улыбнулась. Я увидел блеск в ее Васильковых глазах. Дедушка мой, он... Он снова может ходить, представляешь? В это даже сельский врач не верил, а он будто назло ему стал и пошел. О, это самый счастливый день в моей жизни, Антон! Она зарылась лицом в мою грудь, сцепила руки на шее, словно я был для нее больше, чем просто друг. Мне казалось, что с просто друзьями не целуются. Я взволнованно начал озираться. Полина, нас могут увидеть. Из-за Пятифанова беспокоишься? Брось ты это дело, его и след простыл. Я недоверчиво отодвинул Полину, пытаясь понять, розыгрыш это или правда. Но ты чего, не веришь, что ли? К нам вчера, буквально ночью, старший лейтенант Тихонов приезжал. Так и так, Бяша потерялся, а вместе с ним и дружок его Ромка. Мимо нас прямиком в зимний лес прокатили лыжники. Полина склонилась ко мне поделиться шепотком, не выпуская спортсменов из виду. Как я поняла, во всех этих исчезновениях Тихонов подозревает Пятифанова. Да ладно. Я сама в шоке. По слухам, у Ромки того. Совсем шарики за ролики заехали. Да я, в принципе, и не удивлена. Что ты имеешь в виду? А ты не знал? Он из проблемной семьи. Даже думать не хочу, что творилось у них дома. Ромка всегда казался мне чрезмерно жестоким, без повода озлобленным на всех подряд. Теперь чернота, что была у него внутри, выплеснулась через край и сгубила множество невинных детских душ, даже его собственную. В это было сложно поверить. Но, глядя на Ромку, я чувствовал, что приблизительно так все и кончится. Пойдем скорее, а то опоздаем. Полина схватила мою ладонь и, весело смеясь, побежала по проселочной дороге. И с каждым шагом, с каждым смешком и шуткой, позабытое тепло обволакивало мое сердце. Всеобъемлющая влюбленность вернулась ко мне, и казалось, что уже никогда меня не покинет. Перед входом в класс, я попытался отпустить руку Полины, стесняясь, что одноклассники будут дразнить нас женихом и невесткой. Но Полине было словно все равно, и она только сильнее сжала мою ладонь, отворяя дверь. И действительно, избавившись от коварной Катьки, бессердечного Ромки и ехидного Бяши, наш класс словно бы излечился от паразитов, стал дружелюбнее и отзывчивее. Никто больше не смотрел на меня с залитыми злобой глазами. Некому было харкнуть в меня кусочком жеваной бумажки через полый корпус шариковой ручки. Я сел за свою одинокую парту, когда рядом кусилась Полина. Меня это нисколько не удивило. Она была такой очаровательной, что я мог бы назвать ее своей музой. Подхваченный волной вдохновения, я вытащил из рюкзака альбом для рисования. Облизнул грифель карандаша, не выпуская с поля зрения свою модель. Она вновь улыбнулась мне. Что ты задумал? Спокойствие, работает профессионал. Да уж. И я наметил будущие контуры обворожительного силуэта. Знаешь, я часто наблюдал за тобой отсюда. Она бросила взгляд на свою бывшую парту. Смущенно упрала за ушко локон. Правда? Несколькими широкими линиями я обозначил миленькие скулы. Мне никогда еще не удавалось с такой точностью взять пропорции чьего-либо лица. Полина! Что, Антон? Она замерла, боясь неверным движениям помешать мне развеять волшебство. Наклонись, пожалуйста, сюда. Вот так, да, хорошо. Задыхаясь от волнения, Полина расслабила узелок шейного платка. Я всегда хотел тебя нарисовать. Наши глаза встретились. О, Антон! Карандаш носился над бумагой, яростно штрихуя тени на ее груди. Скажи, ты согласна стать героиней моего комикса? Сладкая дрожь побежала по ее телу. Она томно закатила глаза от удовольствия. Да! Да! Как долго я ждала этих слов, милый! От напряжения грифель карандаша не выдержал и, щелкнув, разлетелся на мелкие осколки. Я не мог поверить, глядя на рисунок. Ужасная мазня смотрела на меня. Там, где секундно назад было лицо Полины, сейчас красовалось бесформенное месиво. Получил достижение мистер Хайт, вы стали чудовищем. Да почему? Ведь Полина, но это все потому, что я конфету съел. Но ведь кто ж знал, что нельзя кушать конфету вот так вот. Но ведь Полина, извини, я сегодня не в форме, наверное. Я не сразу понял, что сижу за партой в пустом классе. Да ладно, пустом, там на доске вон написано. Раз, два, зайчик, мясо. Пылинки летали в лунном свете. За окном была ночь. И куда-то подевались одноклассники. Полина. Ощущение эйфории. На доске кто-то написал мелом считалочку. Но стер часть слов. И читалось лишь. Раз, два. Зайчик. Мясо. Дурацкая ухмылка сползла с моих губ. Я встал, ущипнув себя за запястье. Тишина была оглушительной. Во рту стоял привкус блевоты, а в ушах звенело, как от нескончаемого вопля, полного отчаяния и ужаса. Эй! Кто-нибудь! В коридоре руились тени. Я шел мимо заколоченных классов. Мимо пятен гнили на стенах и серебристой паутины. Ох, ты же ежики. Сколько детей пропало. Катя, Артур. Так. Подожди, попал мужчина. Дмитрий Куплинов. Последний раз видели возле школы. Пропала Наташа Володина Тельковна. Пропала Юлия Вибер. 16 лет. Пропал Алексей Мельников. Пропала женщина, ребенок, добрый, высокий. Андрей Виндяй. Вася Синичкин из 7-го Б. Гриша, 10 лет. Элина Мигла, 14 лет. Ло Булаев. 6 лет. Ученик 1-го А-класса. Вели возле магазина продукты. Пропала Алина Ринна. 11 лет. Пропал Семена Видели. Ву Видели. Вот этих двоих не знаю. Пропал Слава Грис. 16 лет. Пропала Ксения Тололеева. 6 лет. Пропал Максим Краснянский. 19 лет. Смирнова Катю Видели. Вестя Павлов пропал. Алина Ринна. Смирнова Лилия Павловна пропала. 48 лет. Алина Хром. Попали Лити. Гусаковы Олеся и Евгений. Детям по 7 лет. Горинович Суфья. 13 лет. Юджин Са. Сагадиев. 14 лет. Попал юноша. Артур Блэк Сильвер. Ученик 11-го А-класса. Последний раз его видели на улице Баха. Был одет в черную куртку, черную шапку, серые джинсы. С собой был зеленый... Что-то там. Часть этих людей я будто бы знаю. Кто-то знакомый, Блэк. Может, личные не встречались? Может, раньше тут не упоминались, но что-то явно слышал. Так мне, по тройку из них. Пауки быстро перемещались под потолком. Лампы тревожно мерцали. Ошеломленный, я встал напротив доски объявлений. К портретам Семена и Кати добавилось сотни других фотографий. Черно-белые распечатки клеили одну поверх другой. Жуткий калаш из детских лиц глядел провалами глаз. Не в силах выносить пытку этих внимательных дыр, я выбежал из школы. Ох ты ж, там же все. По двору на дорогу лишь ушала пороша. Ни людей, ни машин, ни птиц. Низкие облака задевали дымоходы. Окна словно закрасили чернилами. Фотографии пропавших облепили столбы и заборы бумажной шкурой. Не только детей, но и взрослых. Кажется, те жители поселка стали черно-белыми призраками на снимках с пометкой «Разыскивается». Я брел в тишине по умершей улице. В некоторых домах были выбиты стекла. Ветер хозяйничал, рызкая по комнатам. Входные двери качались от его порывов. На штакетинах висели детские курточки. Их рукава шевелились, тянулись ко мне. Пустой поселок. Пустая оболочка. Что здесь случилось? В переулке заторохтел, опрокидываясь мусорный бак. Что-то промелькнуло в оконных проемах обугленного сельмага. Я побежал прочь от закопченного фасада. за колодцем утробно зарычала. Я ускорился, стараясь не замечать тьмы во дворах, кровавых собачьих будках, покосившихся сараях. луна показалась из-за плаков. В изнуряющей тишине что-то пронеслось над головой. Словно кукурузник полетел с кровли на кровлю. Меня накрыла огромная тень. Я рванул направо в надежде, что меня не заметили. Небольшой зеленый дом впереди. Мое убежище. Тут Полина живет. Идя с ума от страха, я рванул к ближайшей избе. Вот где я найду убежище. В глаза не сразу бросилось, что это был дом Полины. И сегодня днем она молила меня в истерике остаться. Я толкнул калитку и пригнувшись засеменил крыльцо. Дергнул за ручку. Двери оказались не заперты. инвалидное кресло выехало из темноты, едва не задавитев меня и покатилось, стуча колесами, ступенькам и застыло у яблони. Дед, ты там балуешься. Я проводил его округлившимися глазами. Снова посмотрел в дом. Коридор терялся во мраке. Пустые рамы на стенах, стекло на полу. Есть тут кто? Ответом было рычание. Из-за угла в конце коридора высунулась косматая лапа, а следом страшная морда с горящими глазами. Огромный разожравшийся зверь выполз на брюхе, извиваясь как гадюка. Он едва вмещался в коридорное жерло. Протискивался скобля когтями половицы. Челюсти клацнули капканом в сантиметре от моего лица. Чудовище застрелов в пароходе. Какая жуть. Зашмотай, он в одной комнате, а лап у него в окне пробивается. Лапы били по стенам, слюна вырызгала из пасти. Я развернулся уносить ноги из кошмара. Погоди, Антон, а как же Полина? Горбатый филин крупнее взрослого человека приземлился у калитки, закрывая дорогу. Клюв щелкал неустанно. Сбоку вспучился сугроб и нечто похожее на гигантскую землеройку полезло наружу. Я упал на колени, словно молился этим древним созданием. из темной норы выползла скалящаяся в улыбке тварь, трапированная грязным лисьим мехом. Ее хвост лишь позвоночник в ошметках сухожилий волочился сзади. А Алиса? А Алиса, это ты? Тела существ ужасно исказились и я решил, что схожу с ума. Они то казались мне маленькими размером с ребенка, то вытягивались выше любой опустевшей избы. Людоеды нависли надо мной, а в их червах непрерывно что-то копошилось, как будто искало выход наружу. И чем дольше они взирали на меня, тем шире становились их перекоженные улыбки их лики смерти. Как же славно мы пировали! А Алиса? Изуродованная чучела лисы облизнулась. Язык показался мне черной скалопендрой длиннее моего предплечья. Мерзкое насекомое пробежало между бритвенно-острыми зубами и провалилось в бездонную пасть, способную поглотить весь мир. Ку-ку-ку, сладкое мясо, сочное мясо! собушка. Как мы жрали, так и будем стрелять. Медвежутка? в их речи не было ничего человеческого, лишь звериный рык да птичий свист. Но я понимал каждое слово, как если бы мы говорили на одном языке. Как жаль, что ты не поспел за нами. зайчик не смог укусить луну. Вы объедали меня, предатели! А? Зайчик? Ты сам не захотел есть свою семью. Но пу-пу жалко мёс, никчём не мёс. Фух, ты мечтушен, братец. Меня тебя тошнит. Позор! Позор! не 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 описуемый ужас объял меня, когда звери, когда хохочущие звери потянули ко мне свои когтистые лапы. Так вдруг нечто притворяющееся лисой громко залаяло. Глупцы! Его очеред нести угощение. Да, Малет! Угу пусть исполнит предназначение! К завтрашней ночи ждём местца, а иначе... Иначе! мы съедим всю твою семью! Монстры образовали вокруг меня кольцо и завертились в хороводе. Монстры э Я закричал. Мелькали глазища, клыки, когти. Сливались в верницу, пятен и клякс. Морда лисы вылезла из мотишащих пятен, которые превратились в души зверей. Для медведя, для лисы! Зайчик кушать принеси! Вопль отчаяния. Мой вопль загудел по заколокам вымершего поселка. Принесу! 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 Круг разомкнулся, и я бросился на утек. Будто несся в охотничьи селки. Моя голова трещала. В ней танцевали, врезаясь друг в друга, падая, поднимаясь и снова опускаясь в пляс уродливые образы. А как же моя сестра? Неужели она тоже стала одной из них? Возмахивали крыльями, лезли мне в лицо клювами и слюнявыми пастями. Пастями... Орали и прыгали так, что кровь вот-вот пойдет из ушей. От грохота и криков, или от внутреннего давления, раскалывающего череп. Двадцать шесть. Шапка сбилась на глаза, отчего казалось, что небо скособочилось, будто готовая рухнуть крыша. Сень, восемь. Снег, как побелка, ссыпался сверху. Преследуемый стаей, ты и я бежал по пустым улицам по окоченевшему миру. Оглядывался и никого не видел за спиной. Зашмуривался и шарахался от их ритуальных плясок в своем пылающем сознании. Прижал ладоник к ушам, чтобы заглушить шум. Чтобы голова не разваливалась. Рассвет я встретил в дебрях леса. Фух. Спасибо. Вы прошли четвертый эпизод визуальной новеллы «Зайчик». Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. Уже если в этот момент сохранить, можно ли будет потом продолжить с него же? Так много вопросов. И так мало ответов. Что все это было? Изменилось ли что-нибудь, если бы я не стал брать конфету? Что за мясо требует от меня? Казалось же, дети в масках. А еще этот Дед Мороз. Елочка. Куча подарков. Нет, возможно, это можно объяснить тем, что конфеты были испорчены. Или кто-то намеренно испорчил конфеты, добавив туда какого-то нехорошего вещества. Этим можно бы объяснить этот сперва всплеск эйфорию, а потом приступ паники. Что же из всего этого настоящее? А что всего лишь плоды больного разума? Что ж, остается только ждать следующего эпизода. И смотреть, что мы там наворотили. Возможно и правда стоило хватать Олю, Полину и бежать, куда глаза глядят. Да, нам, конечно, всего по 12. В Одесском доме это будет плохо. Может, не, плохой вариант. Хотя, если пройти курсы от известной компании, и выучиться найти программиста, то, может, получилось бы. Хотя, тогда-то не наше время. Тогда такой удаленки не было. Что делать в такой ситуации? Допустим, Оля загадала, что она хочет собаку. Я загадал-то, чтобы все боялся, чтобы родители помирились и отвезли меня в Диснейленд. Полине хотелось, очевидно, чтобы дедушка начал ходить. Допустим, это исполнение желаний. Но что же началось потом? Что это был за ужас? Ну, будем с вами ждать. Надеяться и верить. А пока, спасибо за просмотр. И увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»